Глава пятая. Зверь внутри. На перегонке с безумием. Часть первая. Десерт ускорил шаг. Все вокруг сегодня было уже полностью покрыто глубоким снежным покровом, спрятавшим под собой все цвета, оставив лишь белый. Но Десу сейчас было не до этого. Погруженно в свои мысли он шел через лес, лежащий на его пути в школу. Произошедший пару дней назад неприятный разговор с дочерью Фоулеров оставил горький осадок, но больше всего вопросов и сомнений у Деса вызвала последовавшая за ним беседа с расстроенной дейдрим. Сейчас он старательно вспоминал каждый его момент, перебирая в голове сказанное сестрой. Десерт аккуратно приоткрыл дверь комнаты сестры. Перед ним вновь предстала знакомая обстановка укромного уголка дейдрим, обои мягкого голубого цвета, украшенные белыми ромашками. На полу лежал оранжевый ковер с замысловатыми узорами, который Диди просто умоляла купить маму, когда его увидела. Напротив входной двери было просторное окно, занавешанное шторами в тон стенам комнаты. Подле него стоял письменный стол, заваленный учебниками, а рядом находился комод с большим зеркалом. То самое место, откуда всегда начинался беспорядок. Веснем дейдрим и хранила все свои игрушки и увлечения. Пара минут, и все они быстро извлекались из склада и занимали условные места на полу. Сбоку от комода и стола ставила кровать сестры, где сейчас и сидела дейдрим, плотно прижавшись к своей любимой игрушке, внушительных размеров плюшевой малой медведицы. Лучше было не знать, откуда и почему именно эта игрушка стала для кобылки любимой. Диди, тихо произнес десерта. Можно? Она подняла голову, посмотрела на брата заплаканными глазами и, всхлипнув, кивнула. Десс, закрыв дверь, осторожно приблизился и сел рядом с сестрой. Диди тут же отпустила свою игрушку, обняв вместо нее брата и утнула с носом в шею. Десерта аккуратно приобнял сестру и погладил по спине. Вокруг плавали бледные эмоции грусти, обиды и слабого гнева, терзающий дейдрим. Однако, стоило Дессу появиться, в этот океан тут же просочилось слабые потоки радости и спокойствия. Но это была лишь капля в море. Сейчас же Десс больше всего хотел успокоить дейдрим, он даже попросил маму пока не вмешиваться. Подобные случаи, когда Диди расстраивалась из-за десерта, были не впервой, и каждый раз он находил способ утешить ее. То же самое следовало сделать и сейчас. Но этот случай показался Дессу не таким, как предыдущий. Это чувствовалось и в эмоциях сестры, и в его собственных. Все это глупая драка. Когда он полез геройствовать, что-то изменило в нем. Тартар, побери. Это было неправильно, но то секундное упоение, внезапно возникшее в тот момент, когда Десерта со всей злобы врезал Фраю и его дружкам, не давало ему покоя. Однако больше всего беспокойства и глупых мыслей вызвало причина этой самой драки — дочь фоулеров. И вот теперь, сидя около расстроенной сестры, десерта не знал, что сказать и как поступить дальше. — Почему? — шмыгнул дейдрим. Десс положил голову на гриву сестры, сильнее прижав ее к себе. — Почему мы все это терпим? — вновь произнесла она. — Терплю это только я, — вздохнул Десс. Да и дрим отстранилась от него, сердито посмотрев в глаза. — Нет. И мы тоже, Десс! — произнесла кобылка. — Мы все переживаем за тебя. — Почему ты просто не можешь дать им всем в нос? Ты способен на это. Ты уже смог! Диди гневно ударила копытцем по подушке, оставив там маленькую вмятину и надула щеки. — Я ведь уже говорил. Десерта отрицательно мопотала головой. — Чешь! Вокруг кобылки заплясали раздражение и злость. Первый признак того, что она уверена в своих словах, и переубдить ее будет почти невозможно. Вся эта ерунда про то, что если ты попытаешься жить нормальной жизнью, то превратишь наш в сущий ужас — просто чушь. Да и дрим опустила голову. — Это противная фоулер права. Мне надоело притворяться перед теми, что ты мне противен. Кобылка посмотрела на брата уверенным взглядом. — И мне вообще все равно, что будет после этого со мной. — А что будет с мамой? — произнес Дес. Да и дрим замолчала. Ее уши поникли. Суровое выражение лица сменилось на озадаченное. — А с папой? Что будет, если вдруг кто-нибудь узнает про меня? — Да что ты заладил! Если узнает, если узнает! Я же не прошу тебя превращаться в чейнджинга и идти кусать всех хулиганов. Я просто хочу, чтобы ты стал жить, как мы все. Все заслуживают хорошего отношения, а ты больше всех. Да и дрим встала и ударила ногой по одеялу. Пространство вокруг нее наполнилось яркими эмоциями. — Ты хороший, Дес. Ты добрый, заботливый и любящий брат. Кобылка тнула копытом в груди серта. — Ты знаешь, сколько мне всего уже рассказывали? Про противных старших братьев. — Девчонки в нашем классе часто рассказывают мне об этом, чтобы подбодрить. Ведь мне так не повезло! Последнюю фразу Дейдрим произнеса со злобой и слезами на глазах. Дес попытался успокоить сестру, но был остановлен ее жестом. Она быстро вытерла выступившие слезы и вновь повернулась к нему. — У меня уже уши болят от подобных глупостей! И знаешь что? Даже если поделить их историей, в которых они выставляют своих братьев чудищами на два, то до тебя им будет ровно столько, сколько ползти отсюда до контрлота задницы вперед и не используя копыта! Да и Дейдрим вновь вытерла слезы, шмыгнув носом. — Но ведь это не так страшно, как твой приемыш! — прорычала она сквозь зубы. А потом они сочувствующе хлопают меня по плечу, а я киваю! Киваю! Будто эти какашки буйвола, вывалившиеся из ее рта, являются правдой! Кобылка вновь сильно топнула, оставив глубокую вмятину на застеленной кровати. — Мне надоело, Десс! Я больше не хочу слышать такого! Они даже понятия не имеют, кто ты и чего стоишь! Мне надоело, слышишь? Теперь каждая вредина, кто при мне скажет, а тебе плохо, будет получать от меня копытом по своей наглой морде! И мне все равно, кто там будет стоять! Пусть мама меня навечно накажет, а из школы исключат! Мне надоело! — Дессерта обнял Дейдрим. Кобылка, залившись слезами, утнулась в шею брата и крепко обхватила ее своими передними ногами. Десс мягко погладил сестру по спине. — Я боюсь, Диди! — тихо произнес он. Дейдрим отстранялась от Дессерта, посмотрев на него. Неожиданно, но глаза Десса тоже наполнились влагой. — Я боюсь. Я боюсь за тебя, за маму, за папу, за всех вас. Я помню ту радость, то счастье, которую испытывал папа, когда его сделали главой полиции. Помню маму, когда она стала ведущим исследователем, но... Дессерта мягко погладился с трупа голове. Но самым большим счастьем для них была ты. И больше всего я сейчас боюсь разрушить все это. — Какая польза! — нахмурился Дейдрим. — От всего этого, если ты страдаешь! Кобылка скрестила передние ноги на груди. — Я бы с радостью отдала все это, лишь бы ты так не страдал. И маму с папой сделали бы то же самое. Это будет неправильно. Но... И вновь в его голове закрылись те мысли, которые тревожили разум уже не первый день. Знакомство с фоулерами — та самая глупая драка. Те скверные, но приятные чувства, когда он отправил в нокаут нескольких дружков Рая, а самому ему поджег филейную часть. Но самой тревожной мыслью, дающей фору всем остальным, была дочь Чейза и Трея, Элизабет. Ее странный и непонятный интерес к самому Дессу, даже после того, как он сделал все возможное, чтобы отдалиться от нее как можно сильнее, не давал покоя. В голову все чаще стали закрадываться глупые и не самые хорошие мысли, которые Десерт острачно душил, но с каждым днем их становилось все больше. Напористый, дерзкий, целеустремленный и веселый образ Лизы ехидно поглядывал на Десса каждый раз, когда тот пытался сосредоточиться на чем-нибудь. Если бы не маскировочное поле или черный панцирь, Десерт-то большую часть времени ходил бы красным от стыда. Все это породило маленького революционера в голове. И он, несмотря на размеры, кричал все громче и громче, требуя перемен. И с каждым днем остальной разум все внимательнее прислушивался к этим призывам. А сегодняшняя перепалка с Элизабет и Дейдрим только подлила масло в огонь, выдав маленькому революционеру рупор. Но, — продолжил он, — я хочу, чтобы все были счастливы. Но получается почему-то совсем наоборот. А единственный путь все это исправить — пойти по тому пути, которого я боялся столько лет. Я запутался, Диди. Да и Дейдрим попыталась что-то сказать, но была остановлена жестом брата. Десерт неуверенно поерзал на месте, сделав глубокий вдох. Но если я хочу видеть улыбающиеся лица своей семьи, я должен перестать бояться, наверное. Он повернулся к сестре и улыбнулся. Я обещаю, что что-нибудь придумаю. Да и Дейдрим засияла, обхватившая ее брата передними ногами. Я люблю тебя, дырявка! Хихикнула она. И я тебя, земнуха. Дес крепко обнял сестру. Поток мыслей незаметно вывел Десерта к заднему двору школы. День за днем. Месяц за месяцем, год за годом эти очертания школы. Почти каждое утро встречали его, но сегодня все это почему-то выглядело не так, как обычно. Сложно сказать почему, ведь двор ничуть не изменился со вчерашнего дня. Скорее всего, что-то изменилось внутри Деса. Что-то, что заставило его начать смотреть на привычные для него вещи уже под другим взглядом. В глубине сознания зрело какое-то семечко, посаженное событиями, произошедшими накануне. Но что вырастет из него, было загадкой. Сейчас же, идя по дорожке, расчищенной школьным садовником, Десерта невольно подумал о Фрае. Странно, но после той вечерней драки и после того, как дочь Фоуэллеров отвела все подозрения Одесса, взяв вину за избиение банды Фрая на себя, он почти не сталкивался с жеребцом, только в классе, но даже там Фрай старательно избегал Десерта, а в удачные моменты для обычных издевок, утром и в обед, Фрая и его друзей вообще не было видно. Десерт отметил для себя, что подобное положение вещей ему более чем нравится. Не было ни обидных пинков, ни порчи его учебников, ни сломанных парт и шкафчиков. Было бы очень здорово, если бы так продолжалось и дальше. Внезапно в затылок Деса что-то ударилось и лопнуло, облив его какой-то жидкостью. От неожиданности Десерта чуть было не упал на снег, но все же смог удержаться на ногах. От испуга перед глазами все расплылось, дыхание участилось. Следующая порция этого чего-то не заставила себя долго ждать, угодив Десу в спину. На этот раз холодная жидкость, вновь попавшая на шкуру Десерта, вернула его в реальный мир. Он резко тряхнул головой и повернулся в сторону, откуда в него были брошены эти шары с водой. Лягок на помине. В десяти метрах от Деса стоял фрай с собственной персоной, который злобно и довольно скалился. Рядом с ним стоял один из близнецов и оранжево-красный буга, держащий в одном из копыт синий шар, наполненный водой. Естественно, это была не просто вода, она была подкрашена. Об этом ясно говорил посиневший снег под Десом, который он успел заметить краем глаза. Школьная форма, а главное книги, скорее всего, уже испорчены. Придется идти за заменой. Вот только Десу сейчас этого не хотелось. Ровно в этот момент яркая вспышка злобы и ненависти проницать по сознанию, заставив Десерта впиться взглядом в стоящую тройку жрецов неподалеку. Единственное, что сейчас неимоверно хотелось Десу, это воспользоваться советом папы, рвануть в сторону Фрая и вонзить клыки ему в задницу. Титаническим усилиями он подавил себе это глупое желание, но яростный и полный ненависти взгляд не удалось. Это заметили и Фрай с дружками, чья улыбка немного потускнела, а у двух других вообще пропала. «Кидай, рор!» — прошепел Фрай, глядя на товарища. Жеребец испуганно сделал шаг назад и сглотнул. Вокруг троицы витала прекрасно ощутимая аура нервозности и страха, но в случае Роара это был ужас. «Я...» — жеребец вновь сглотнул. «Что?» — фыркнул Фрай. «А если он сейчас опять...» Один из близнецов сделал шаг назад. «А ты что, Сильвер, струсил?» — злобно прорычал вожак. «Струсил, как твой братец?» Он грубо ударил жеребца в плечо, заставив того сделать еще один шаг назад и сглотнуть. «Или может ты хочешь, как этот идиот Буч?» Фрай повернулся и ударил в плечо Роара, заставив того подскочить от неожиданности. «Может, пойдешь вместе с ним дудеть в музыкальный класс?» Жеребец вздрогнул и отрицательно помотал головой. Его взгляд невольно вернулся к десерта, чье лицо сейчас было искажено ненавистью. Роар побледнел. «Неудачники!» Фрай выхватил пакет с подкрашенной водой и швырнул десерта. Бросок угодил прямо в луп Деса. Содержимое пакета разбрызгалось в разные стороны, попав ему в глаза, нос и рот. Десерта тут же отвернулся и громко закашлял. Желание ринуться в очередную драку отступило, отдав бразды правления пусть и не очень здравому, но все же смыслу. «Чтоб тебя!» Десерта развернулся и побежал в сторону входа в школу. Во рту появился горький привкус, но внутри горечь обиды была еще более противна и невыносима. Дело было не в том, что сейчас десерта был весь покрыт синей краской, а его учебники, скорее всего, безнадежно испорчены. Последние дни что-то сильно поменялось в нем в худшую сторону, как он полагал. Вместо того, чтобы просто вытерпеть эти издевки, Десу хотелось прыгнуть и буквально разорвать обидчиков на клочки. А подобных мыслей у него раньше никогда не было. И теперь ему было обидно. Обидно и страшно, потому что он вновь чуть не потерял контроль над собой, как в тот раз. Но если тогда он хотел защитить кое-кого, то сейчас же он хотел защитить себя? Дес не заметил, как оказался внутри школы. Благо ему можно было не беспокоиться о том, что о нем подумают, увидев с ног до макушки, испачканного в синей краске. Эта мысль заставила Деса горько усмехнуться. И вновь обида. От злости уже хотелось вернуться и наброситься на остатки банды Фрая, напрочь забыв о том, что его могут увидеть без маскировки. И превратить жизнь родных, а теперь еще и последний год жизни дочери Фоуллера, в ужас. Отличный план. Неудивительно, ведь она за него заступилась. Лучше попытаться вновь задушить эту обиду у себя внутри, как это обычно и происходило. Но вот почему-то сегодня эта обида душиться не хотела. Она упрямо сидела в центре головы Деса и вопила, заставляя сосредоточить все внимание на себе. Ладно, хватит. Вдох-выдох. Нельзя поддаваться эмоциям. Сейчас стоит успеть до начала занятий привести себя в порядок. Или хотя бы часть себя. Краску с гривы и лица снять было просто. Она села на маскировочном поле, поэтому сбросить ее дело пара секунд. С одеждой уже сложнее, но терпимо. В школе достаточно тепло, к тому же Дерека научил десерта заклинанию быстрой сушки, еще тогда, когда он помогал ей со стиркой после рождения Дэйдрим. Да, синий цвет останется, но всякое лучше, чем ходить мокрым. Главная проблема книги. Придется идти в библиотеку и вновь просить замену, а этого Дес сделать не хотел. Чувство, что он вновь заставит слепого библиотекаря помогать ему с проблемами угнетало. К тому же пару раз по своей неосторожности он ее сильно напугал, забыв о том, что она не может почуять его эмоции. Да, тогда Дэ сделал новое для себя открытие. Другие чейнджлинги не могут чуять эмоции себе подобных. Мисс Холли Лоялти очень сильно испугалась, чуть не уронив целую охапку книг, когда он в первый раз пришел к ней просить замену учебников. После того случая Десерта старался как можно реже появляться в библиотеке, а если визита избежать не удавалось, всегда громко обозначать свое присутствие топотом. Даже после того, как Холла стала спокойно реагировать на его появление, Десерта все равно смущался и избегал с ней подолгу разговаривать, даже если начать беседу старалась именно она. И сейчас опять придется идти и менять книги, а ведь с момента последней замены прошло меньше недели. Выбора все равно нет. Десерта тихо вздохнул и двинулся к ближайшему пустому туалету. Запершись в кабинке, он легко избавился от краски на лице, гриве и передних ногах. Сняв с себя форму и придерживая ее на весу телекинезом, он направил в ее сторону тонкий изумрудный луч, который быстро расползся полупрозрачным пятном по всей одежде. Несколько мгновений и форма была сухой, но все еще грязной. На последнее было плевать, ведь стыдно Десу за свой внешний вид точно не будет. Последняя мысль вновь растеребила свежую утреннюю рану, наполнив разум обидными мыслями, а рот горечью. Десерта в полголоса выругался и, одевшись, вышел из туалета. Всю дорогу до библиотеки он пытался найти причину сегодняшней бури в голове. Что случилось? Почему так? В голову приходила только одна мысль, которая не устраивала Деса, но разум раз за разом твердил, что иного объяснения у него попросту нет, а Десерта раз за разом отказывался принять его. Еще бы. Причем тут дочь фоулеров? И вообще, какое ей дело до него, а ему до нее? Перед глазами появилась дверь библиотеки. Десерта сделал глубокий вдох и, громко постучав, вошел внутрь. Школьный библиотекарь всегда приходила очень рано, потому можно было не сомневаться, что он застанет ее на месте. Библиотека была пуста. Внутри царил мягкий полумрак, разбавленный светом нескольких ламп, видимо, предназначенных для тех, кто решит прийти с утра пораньше. «Миф Ховиловти!» — громко произнес Десерта и огляделся. В ответ тишина. Сделав еще один глубокий вдох, он двинулся к столу библиотекаря, стараясь громко постукивать копытами по полу. Каждый шаг отзывался глухим эхом в полутемном помещении. Если бы он не так хорошо знал это место, то, скорее всего, Десу стало бы жутко. Приблизившись к столу, Десерт еще раз осмотрелся и дотронулся до маленького колокольчика. Прозвучал мягкий звон, который также отозвался эхом вокруг. Странно. Но сейчас Десу показалось, что он словно пришел на какую-то казнь или что-то такое же непонятное и неприятное, от чего хочется провалиться на месте. Очень глупо, особенно если взять в учет то, что раньше подобного ощущения у него не возникало. «Секунду!» — раздался голос. Из-за дальнего стеллажа по ту сторону от стола появился силуэт библиотекаря, освещенный тусклой искоркой на конце рога. Она аккуратно прощупывала путь заклинанием, которое помогало ей двигаться среди книг и мебели. Как называлось это заклинание, Десерта не знала и стеснялся спросить. Глупо, но уж как есть. Уши кобылки стояли торчком, а взгляд был устремлен вперед, как будто она пыталась разглядеть того, кто к ней пришел. Вернее, было бы сказать, почуять. «А-а-а, ми флойлфи!» — выдавила себе Дес. «Эфа я!» Лицо Холла тут же озарилось добродушной улыбкой, стоило ее услышать голос Деса. «А-а-а, мистер Десерта Харт!» — многозначительно принесла библиотекарь, слегка задрав нос вверх. Она села за стол и скрестила передние ноги на груди, словно говоря, «Ну, и что на этот раз?» «Новно плов-то по имени!» — Дес потупил глаза. «Но вы же называете меня мисс Холли Лоялти!» — парировала Холла, чья улыбка стала ехидной. «И на вы!» — как будто у меня уже несколько взрослых детей. Десерта неуверенно помялся. Все верно. Она уже не раз просила Деса называть ее как «Все» — Холла, но ему каждый раз приходилось себя пересиливать. Потому хитрый библиотекарь начала обращаться к нему так же официально. Особенно неприятно для Деса это выглядело, когда в библиотеке было довольно много учеников. Но винить тут было некого, кроме себя самого. «Профхите!» — неуверенно произнес Дес. «И не надо шепелявить!» Улыбка Холла стала шире, когда она услышала, что вновь одержала маленькую победу над упрямством десерта. «Мы тут одни, и в ближайший час тут вряд ли кто-нибудь появится». «Прости!» — прокашлялся Дес. «Так, чем могу помочь?» Библиотекарь положила передние ноги на свой стол, навострив уши. «Хотя, чего это я?» «Ты сюда по другим поводам-то и не заходишь. Опять испортили книги». Холла хихикнула, а внутри Деса что-то со скрипом провернулось. Как ни прискорбно, но это была чистая правда. Дес заходил сюда исключительно поменять книги, которые ему испортил Фрай и его дружки. Холла это прекрасно знала, но никогда не упрекала его за это. Библиотекарь просто выдавала ему партию новых учебников без лишних слов и норовоучений. А замечания она делала частенько. Пару раз десерт заставал ее за тем, что она отчитывала очередного жеребчика или кобылку за неаккуратное обращение с книгами. Но с Десом была другая история. Холла, вне зависимости от тяжести ущерба и того, что Дес брал вину на себя, всегда была на его стороне. А чем он платил ей? — Дравьте, мистер Холфилл Войлфти, мовно поменять книфу. Мысль пришла неожиданно, вызвав резкое желание заехать самому себе между глаз и провалиться под землю. Это я десерт и попытался произнести дежурное признание. Да, мне ее испортили. В его голосе мелькнула нотка презрения. Пусть Холла и не могла учуять его эмоции или видеть выражение лица, но ее острый слух без труда уловил эту неприкрытую неприязнь. — Оу, — удивилась библиотекарь, — это что-то новенькое. Впервые за столько лет учебники испортил не ты. Дес ответил с жалким подобием улыбки, хотя библиотекарь и не могла ее увидеть. И хорошо, что Холла не видела то, что вновь начало закипать внутри десерта. Стоило ему вспомнить про того, кто действительно испортил книги. Того, кто их портил последние годы. Сейчас уже хотелось двинуть между глаз ему, как тогда, во время той драки с... дочкой Фоулеров. Десерт и неуверенно помялся на месте. Гнев опять сменился на стыд. — Давай, выкладывай уже, — кивнула Холла, указывая на стул перед собой. Дес быстро достал две книги, изрядно перепачканные синей краской, и положил их перед библиотекарем. Она тут же подхватила их телекинезом и поднесла поближе к себе. — Хм, биология и магия в повседневности. Что с ними? Дес не знал, как у нее это получается, но библиотекарь всегда абсолютно точно знала, какие именно книги ей принесли. Если, конечно, это были книги из ее библиотеки. Как это работало, десерта не понимал, а спросить стеснялся. Да и сама Холла никогда об этом не рассказывала, а лишь отшучивалась. — Испачканная синей краской, — ответил Дес. — Ай-яй-яй, — Холла нахмурилась. — Копыта бы оторвать за такое. — Надо бы заняться, — неожиданно для себя произнес Дес. Холла повернула голову в его сторону, удивленно навострив уши. Пусть она не часто общалась с десерта, но, слышно, подобное от него явно не ожидала. Но больше всего сейчас был удивлен сам Дес. Тумблер в его голове опять переключился со смущения и стыда на гнев. — Ого! — хихикнула Холла. — Что же такое случилось с нашим тихим и скромным десертом? Она обернулась и направила магический луч в один из стеллажей. Маленькая точка тут же превратилась в юркую линию, которая скрылась в океане книг. — Хорошо, что Холла не видела тот бушующий океан противоречий, который только набирал силу после каждого переключения тумблера в голове Деса. Когда казалось, что гнев отступил, а его место заняло такое знакомое смущение, он возвращался вновь и вновь, принося с собой безумные и сумасшедшие мысли, от которых было не по себе. Нужно успокоиться, переключив этот проклятый тумблер обратно на смущение. — Есть же отличный метод. — Давай подумаем о хвосте дочери Фоулеров. Это же просто. Он ведь такой пшеничного цвета, с красной прядью. Десерта заглотнул, мимолетом взглянув на Холла. Так как ни в чем не бывало, продолжала искать замену его книгам. Эта внезапная мысль помогла и злоба быстро отступила. Тумблер приключился. — А теперь давай подумаем о том месте, куда он крепится. У тумблера оказалось еще одно положение. То, которое идет сразу после стыд. Пришедшая в голову мысль заставила Деса резко напрячься. Лицо загорелось огнем, дыхание участилось. Обычно, благодаря маскировочному полю, скрывать подобное было просто, но сейчас это не помогло. Казалось, что даже сам панцирь покраснел. Причем везде. Ха-ха-ха. Красный чейнджлинг. Десерт-то мысленно стукнул себя по затылку. Сейчас стоило подумать о фрае, чтобы как-то утихомирить разбушевавшуюся фантазию и вернуть тумблер в положение стыд. Но нет. Куда там в школьном забияке? Да... этого самого... ну... куда у кобылок крепится хвост? Десерт и сердито фыркнул. Что-то случилось? Хола удивленно повернулась к Десу. В ее магическом захвате уже парила книга по биологии, которую она положила рядом с новенькой магией в повседневности. Полностью погруженный в свои, если этот сумбур можно так назвать, мысли, Десерт-то не заметил, что библиотекарь уже нашла обе книги. Держи. Она кивком оказала на них. Десерт-то протянул правую ногу, чтобы забрать свои новые учебники, но неожиданно поверх его копыта легло копыта Хола. Глаза единорожки смотрели как всегда вдаль, но вот лицо было направлено точно на Десерта. Он замер. — Не сторонись ее, Дес, — мягко произнесла библиотекарь. Вот теперь тумблер окончательно заклинило. — А что... к... кого? — Единственное, что смог выдавить из себя Десерта. По голове словно ударили пыльным мешком, выбив все мысли из головы и лишив возможности складывать слова в предложение. Нетрудно было догадаться, о ком именно говорила Хола. Но вот осознание того, что она вообще что-то знает об этой ситуации вокруг Белой Пегаски, лишало возможности рассуждать здраво. — Ты знаешь, что если кто-нибудь лишается какого-нибудь из пяти чувств, — улыбнулся Хола, — остальные четыре становятся острее. Десерта сглотнул. Лежащая поверх его ноги копыт и библиотекаря не давала возможности развернуться и уйти. Нельзя было сказать, что она его крепко держала, нет. Сейчас от желания сбежать Деса сдерживала эта странная семечка, которая зрела у него в голове все это время. — Ты сегодня слишком шумный, — принесла Хола, продолжая смотреть в сторону десерта. — Обычно от тебя не дождешься ни звука, но сейчас все иначе. — Я не понимаю. Дес отрицательно помотал головой. Дыхание участилось. — Не держи это в себе. Хола убрала копыта с учебников, освободив его ногу. — Это все очень большая глупость, — Дес глотнул. — Не будем об этой ерунде. — Ерундали? — Хола удивленно наклонила голову в сторону. — Нет! — Да, — соврал Дес. Он сгреб учебники и принялся неуклюже запихивать их в сумку. От нахлынувшего волнения Дес промахнулся мимо кармана, и биология свалилась на пол с громким шибребком. Он быстро подхватил ее и спрятал в одном из отделений. — Я знаю, что произошло совсем недавно. Не сердись на нее за это. — Я не сержусь, — машинально ответил Дес. Он сглотнул. Подобных бесед с Хола у него никогда не было. Он даже маме ничего такого не рассказывал. Откуда же знает библиотекарь? — Не хочу говорить об этом. Дес глотнул, потупив взгляд. — Точно не хочешь? — спросила Хола. — Хочу. — Я все это десерта сделал шаг назад, продолжая смотреть в пол. — Все это сложно и... Хола молча смотрела слепыми глазами перед собой, но уши ее внимательно ловили каждое слово Деса. Даже по ее спокойному лицу было видно, что ей не все равно, иначе бы она не начала этот разговор. Но хотелось ли Десу говорить о подобном с кем-либо? Да кому вообще могла прийти подобная мысль в голову? — Что он и... Другой возможности может не быть. — Скажи мне. — Мягко принесла Хола. — Извините. Я лучше пойду. Дес развернулся и быстрым шагом двинулся к выходу. Единственное, что сейчас хотелось — бежать. Но от себя не убежишь, как и от противоречия терзающих сейчас разум десерта. — Ну ладно, — фыркнула Хола. Внезапно библиотеку озарила изумрудная вспышка. Дес тут же остановился и обернулся. На месте, где только что сидела голубая единорожка, теперь сидел чейнджинг с белыми глазами и черным панцирем. Недолго думая, Хола широко улыбнулась, сверкнув парой длинных клыков. — Ч... Зачем? — выпалил десерта, тут же кинувшись назад к столу библиотекаря. — Не надо! А если тебя увидят? Ты что? Хола, как ни в чем не бывало, повернула голову к Десу, продолжая мило улыбаться. — А что такое? Она пожаловала плечами. — Зачем? Десерта испуганно глянулась на дверь. — Вдруг сюда войдут? — Прекрати! — Ты же собирался уходить. Библиотекарь удивленно наклонила голову. — Так нельзя, Хола! — И что? Библиотекарь вновь пожаловала плечами. — Увидишь же меня, а не тебя. — Тебе-то какая разница? — Потому что мне не все равно! Выкрик пронесся по пустому помещению, как гром. Десерта склонил голову и сел на задние ноги, сделав глубокий вдох. Бушевавший внутри хаос, на удивление, не усилился, а принял более-менее адекватные очертания. Он неуверенно помялся на одном месте и поднял взгляд на библиотекаря. Хола, продолжая улыбаться, вернула облик единорожки и положила передние ноги на столешницу. — Прости меня, но я должна была это сделать! Десерта ничего не ответил, а лишь глубоко вздохнул. — Это не мое дело, но я не могу сидеть сложа копыты и спокойно смотреть. Я чувствую, что тебе не все равно, что с ней будет, но все твои страхи... Я не хочу, чтобы они мешали тебе, Десерта. Ведь ты тоже не безразличен! Она опустила голову и несколько секунд собиралась с мыслями. — Откуда... Откуда тебе знать? — полушепотом произнес Дес. — Я ведь тоже могу чувствовать эмоции, знаешь ли. К тому же, она мне все сама рассказала. Вот это было похоже одновременно и на дурной сон, и на что-то иное довольно приятное и хорошее. А вот только как бы эти милые и приятные мысли на поверке не оказались чем-то еще более ужасным, чем дурной сон. Это глупо и неправильно. Так быть не должно. Почему? Хола удивленно наклонила голову в сторону. Потому... Обычный вопрос, который ему неоднократно уже задавали и диди, и мама, и даже отец. За ним всегда следовал дежурный ответ Деса. Но сейчас почему-то произносить его он не хотел. Слова, которые он с легкостью говорил ранее, сейчас стали комом в горле. — Кто я? — медленно произнес он наконец. — А кто она? — Кто? Хола продолжала невозмутимо слушать Деса. Казалось бы, простой вопрос. Но ответ на него подобрать было практически невозможно. Все обычные отговорки и оправдания Десерта сейчас утратили смысл и выглядели серыми и глупыми. Это ведь бред! Надо быть воистину сумасшедший, чтобы увидеть тут что-то привлекательное! Хола усмехнулась. Усмешка получилась горьковатой. Это почуял даже Десерта. Шутить о сумасшествии сейчас было крайне глупо. Ему вновь захотелось себя стукнуть между глаз. Все прячутся под масками. — Я много наслышан о твоей. Ты хорошо поработал над тем, чтобы выглядеть как можно более отталкивающе для окружающих. Хола повернулся к Десу. Ее слепые глаза смотрели теперь точно на него, а не как обычно куда-то вдаль. — Но ты не спрячешься под маской от того, кто старается смотреть сквозь нее. Я не могу увидеть тебя таким, каким ты хочешь всем казаться. Но я могу видеть по-своему. — Дес глотнул. Ответить было нечего, да и незачем. В голове вновь было пусто, словно все мысли разом разбежались, оставив его наедине с тем, что говорит школьный библиотекарь. — Ты надежный и верный друг Десерта. Ты никогда не отвернешься от близких, даже если сам при этом сильно рискуешь. Это ты полез защищать незнакомую тебе кобылку, зная лишь то, что она дочь хорошего друга твоей мамы. И ты так искренне обеспокоишься за мой маленький секрет. Хола хихикнула. — Конечно, этого недостаточно, чтобы увидеть кто-то на самом деле. Но в этом мне очень сильно помогла твоя младшая сестра. — Дэйдрим. Дэс ошарашенно вытаращил глаза. — Нет, мы с ней не разговаривали. — Отмахнулась Хола. — Пусть она и хорошая актриса, и умеет лгать, но этого нельзя сказать об эмоциях. Да и ты это прекрасно знаешь. Десерта глубоко вздохнул. Он раньше никогда не задумывался, сколько раз Диди приходилось говорить нелестные слова в его адрес. Пусть он и думал, что это во благо, но каково было самой Дэйдрим, и она должна была проходить через это снова и снова и снова. Бил по себе, а задел тех, кто всегда был рядом. Неожиданное осознание всего этого отразилось яркой вспышкой в разуме Дэса. Да, он считал, что поступает всем во благо, но этого ли желала его семья? Или так думал лишь сам Десерта? Ответ маячил перед глазами, но перед произнесением его вслух стоило хорошенько съездить себя по физиономии, да так, чтобы обломать оба клыка. — И она видит то же самое, — добавила Хола. — Я не знаю, Хола. Дес опустил голову. — Я не хочу, чтобы... чтобы ее жизнь. Дес запнулся. Воспоминание о болезни дочери Фоулеров пополнило с собой другие мрачные мысли, которые наполняли сейчас его голову. Казалось, что вокруг него уже собралась целая армия страхов и сожалений, и только слепая единорожка, сидящая напротив него, держала их достаточно далеко от Деса, не давая им опять утащить его обратно в темноту. — Я знаю Десерта, — кивнула Хола. — Этой кобылке недолго осталось. Дес посмотрела на библиотекаря. — Было бы наивно полагать, что Элизабет ничего не рассказала ей. — Но есть же это экспериментальное лечение, — возразил он. — Да, — кивнула Хола. — И я, как и ты, искренне надеюсь, что оно поможет. — Но даже если и нет Десерта, ты бы хотел сделать ее последний год лучшим. Десу молк. Все стало на мгновение ока незначительным и жалким. Все страхи, все переживания, глупые мысли, странные поступки — все стало блеклым и тусклым. Последние слова Хола словно вдохнули новые силы в тот маленький росток, который зрел в голове Десерта все эти дни. — Да, — в полголоса ответил Дес, — но я не знаю, как. — Она умная кобылка, — усмехнулась Хола. — Хотя бы начни с ней разговаривать, а дальше она сама подскажет. Их прервал звонок, призывающий учеников занять свои места в классах. Стоило поспешить, если Дес не хотел опоздать на урок. — Я постараюсь, — кивнул он, глядя на Холы. — До встречи. — Она улыбнулась и кивнула в ответ. — И помни, мои двери всегда открыты для друзей. — Спасибо, Хола! — поразнес Дес и быстро вышел из библиотеки. — Десерт и шел в класс, погруженный в свои мысли. Благодаря Хола старые страхи и тревоги перестали так сильно терзать разум. Какие-то из них отошли на второй план, а какие-то вообще испарились. Но хорошее место пустым не бывает, и на смену им тут же пришли другие, более экзотические и незнакомые для Деса чувства. — Что делать? — Куда идти? — И как сказала Хола, начать хотя бы разговаривать. Дес не знал. Дес не знал. С взглядом и волнам гнева, направленным в его сторону, Дес уже давно привык. Сейчас голова была занята совсем другим. А что же делать на перерыве? Тоже верно. Утро показалось, что Дес не против вновь впустить копыта, а может быть даже и клыки в дело. А Фрай уж точно не упустит возможности еще как-нибудь испоганить день. И что тогда делать? Если злость возьмет бразды правления над телом? Будет очень плохо. Ведь ослабленное состояние, в котором десерта всегда себя держат, не позволит ему продержаться и пара минут даже против Фрая. Съесть геля? Допустим. Но что делать, если Дес перегнет палку? Драки были исключительно редким явлением в жизни десерта. И что тогда делать, если он влечется или потеряет маскировку? А-а-а, в тартар! Придется импровизировать. Если получится запугать Фрая, так тому и быть. А если нет, десерта с радостью сожрет хоть три пакета с гелем и прокусит ему задницу. В трех местах. Прозвенел длинный звонок. Ознаменовавший начало большого перерыва. Класс, как и всегда, быстро опустел. Но, как ни странно, одним из первых его покинул Фрай. И то хорошо. Ведь баталия, если она планируется, начнется не здесь. Десерта встал с места, собрался и шагнул к выходу. Сейчас план был прост. Быстро покинуть школу и направиться к своему старому месту, где он обычно проводил перерыв. Разбираться с Фраем лучше там, подальше от лишних глаз. К тому же, отсутствие свидетелей может отпугнуть забияку. Ведь вновь ходить с подпальным хвостом он явно не захочет. Но нужно было еще сбегать к шкафчику, чтобы взять пару запасенных пакетиков с гелем. Утро показало, что у банды Фрая, видимо, был небольшой кризис. Из пяти ее членов осталось всего лишь трое. А это существенно увеличивало шансы дать отпор. Спустившись на первый этаж, Дес двинулся к своему шкафчику. Быстро спрятав учебники внутрь него, ведь если что, опять идти к холлу за заменой, уж точно было бы некрасиво. Десерта незаметно схватил пару пакетов из тайника и спрятал в карманах свои формы. — Теперь самое сложное осталось! Вдруг в голову Деса ударило что-то мягкое и, лопнув, обдало его холодной водой. Десерт ошеломленно отпрыгнул назад. От испуга сердце бешено заколотилось, а дыхание участилось настолько, что первые пару вдохов больше напоминали хрип. Дес еле удержался на ногах, тряхнул головой и повернулся в ту сторону, откуда прилетел этот шар с водой. — Ну, конечно! Десерт-то злобно оскалился. В нескольких метрах от него стояли Фрай и Роар. Второго близнеца видно не было. В одном из копыт Забияка держал еще один шар с водой и с надменной улыбкой смотрел на Деса. Его дружок Бугай стоял рядом и держал еще один шар, но в отличие от Фрая взгляд у него был испуганным. Это отчетливо ощущалось также и по эмоциям, витавшим вокруг обоих, страх и гнев. Увидев озлобленный оскал Деса, Роар сделал шаг назад. — Бросай! — фрехнул Фрай. — Если Сопляев правду решит показать зубы, пусть это увидит вся школа! Роар расплылся в улыбке и гоготнул. Не теряя времени, он тут же бросил шарф десерта, попав тому в лицо. Дес не успел увернуться, и его вновь окатило холодной водой, которая попала в нос, уши, заставив его закашляться. Тряхнув головой и громко кашлянув, он вонзил сердитый взгляд в гогочущую парочку. Злоба и жажда отмщения охватила разум десерта. Но Фрай был прав. Наброситься и поколотить обидчиков у него не получится, они сильнее. А снимать с себя маскировку или уж тем более пользоваться магией — смертный приговор. А терпеть это уже не было сил. Все нутро Деса требовало перемен, и казалось, если он отступит сейчас, больше шансов на изменения уже не будет. Есть только здесь и сейчас, но что делать? Давай, сопля! Фрай подбросил в копыть и шар с водой и приготовился его швырнуть. Пусть все видит что-то за чудовище! Я не чудовище! Яркая вспышка гнева. Откуда-то сзади. Казалось, что она затмила с собой все остальные эмоции, витающие сейчас вокруг. Она вспыхнула, словно сотня солнц, в абсолютной темноте. И если бы остальные пони в коридоре могли это чуять, как чуял Дес, они бы зажмурились от яркости. Волна гнева прокатилась мимо десерта и устремилась дальше. Он узнал эти эмоции. Те же краски, тот же заряд, как тогда на вечере в честь переезда фоулеров. Но тогда он увидел их лишь в миниатюре. Ему приоткрыли коробочку и краем глаза дали взглянуть на этого зверя, который сейчас сорвался с цепи. — О, нет! Мимо Деса на огромной скорости что-то пронеслось, слившись в одно размытое белое пятно. Доли секунды. И Роар, получив сильный удар, отлетел в сторону. Два белых крыла нанесли хлесткий удар по ноге Фрая, которая держала шар с водой, заставив выронить его. В грудь жеребца мгновенно ударили две передние ноги Элизабет. Мощным толчком Пегаска прижала ошеломленного и напуганного Фрая к шкафчикам, удерживая его на весу передними копытами, которые давили тому в шею. Глаза жеребца наполнились ужасом. — Что за... Десерта увидел глаза Элизабет. Пусть он и видел их редко и мельком, но сейчас это был явно не ее взгляд. На Фрая смотрели две сферы, полные ненависти и злобы, готовые разорвать его на куски. Весь коридор заполнился эмоциями гнева, затмившими собой все остальные, кроме страха. Перед ним сейчас стояла не Элизабет, а ее болезнь. Зверь, вырвавшийся наружу и готовый терзать и калечить. Но даже среди всего этого хаоса ненависти Десерта уловил ту крохотную тонкую линию отчаяния. Среди яростного бушующего, ярко-желтого океана гнева она была словно еле слышный крик о помощи. Нужно было срочно что-то предпринять, чтобы спасти и Фрая, и Лизу. Решение пришло мгновенно. Прости. Лицо Фрая, подвешенного и хрипящего, уже было готово встретиться с копытом Элизабет, удар которого Пегаска уж точно не стала бы сдерживать. Внезапно в голову Лизы прилетел шар с холодной водой, заставивший ее врасплох и вынудивший отпустить задыхающегося Фрая. Она сделала шаг назад, тряхнув головой, сердито фыркнула. «Не туда смотришь, полоумная идиотка!» — выкрикнул Дес. Это было дикой глупостью, но выбора не было. Он с вызовом смотрел на дочь фоулеров и ехидно скалился. Пегаска медленно повернула голову в сторону Деса, вонзив в него остервенелый взгляд. Вспышка гнева вспыхнула еще ярче. Крылья Пегаски напряглись, передние ноги согнулись, зубы оскалились. Десерта проглотил последний пакет с гелем, припасенный на сегодня. А теперь стисни зубы!